Итак, давайте мы откроем послание к римлянам. Послание к римлянам. Откроем 12-ю глобу. Послание к римлянам, знаете, редкое оно, оно очень выделяется среди других посланий апостола Павла. Чем оно выделяется? Вы спрашиваете, мы отвечаем. Выделяется оно тем, что это послание как будто систематизировано было заранее апостолом Павлом по разным тематикам. То есть послание можно очень четко поделить на разные темы, и они не пересекаются практически в дальнейшем. То есть вот одна тема, вторая, третья, четвертая, пятая, шестая, то есть из 16 глав, которые есть послание к римлянам, выделяются практически 10 тем важных, которые идут по очереди. Сегодня мы с вами посмотрим 12-ю главу, будем изучать, причем такая глава, которая назидается, в принципе ее теологи называют «Наставление церкви». То есть самая 12 глава «Наставление для церкви». Глава очень важная, потому что эта глава, я считаю, она на самом деле более основополагающая, чем все остальные главы в этом послании. Потому что именно эта глава, она показывает нам, что мы должны сделать изнутри нас лично. Есть главы, которые описывают взаимоотношения Бога между Израилем и язычниками. Хорошие главы, важные, важные. На спасение влияют? Нет. Никак. То есть если ты не будешь понимать эту тему, твой спасение не влияет. Есть другие главы. Есть даже глава, шикарная глава 16, где передаются приветы. Как назовем глава? С приветами, да? Как бы так? С приветами. С приветами. Понимаете? Ну, спасение влияет, но не влияет, если не передашь кому-то приветы. Но есть главы, которые работают с тобой изнутри. Лично с тобой. Чтобы твоя жизнь, она менялась и соответствовала тому, что Господь от тебя ожидает. И это самое сложное – работать над самим собой. Не зря от минус ладов духа в Галатах 5 глава описывается самодисциплина. Потому что кого-то построить легче всего. Самодисциплина. Знаете, я наблюдаю за собой. Есть вещи, которые делать не хочется в жизни. Ну, реально не хочется. Но если я от кого-то требую эти вещи или ожидаю, что кто-то их будет делать, то я обязан их делать первыми. И кому-то сказать что-то делать намного легче, чем делать со мной. Нет, мы умеем делать все, на самом деле, да, практически. Это простые вещи. Мы умеем делать все. Но мы часто не хотим. Поэтому нам очень важно работать с самими собой. Павел пишет в послании Тимофеевым, вникай в себя и в учение. Вникай в себя и в учение. Этим сам спасешься и слушающих тебя. Когда я вникаю внутрь себя, когда я вникаю в учение Слова Божьего, мы сейчас не говорим о практике самоисцеления из души. Нет. Мы говорим о вникании себя в свете Слова Божьего. Потому что в послании к евреям написано, что Слово Божие, оно как зеркало для нас. Ты смотришься в него, это Слово Божие, оно показывает тебя, каков ты. Поэтому есть люди, которые не любят читать некоторые главы. Есть проповедники, которые не любят проповедовать о некоторых местах и списаниях. Пропускают. Потому что Слово Божие, оно работает. Оно обличает. Оно называет, наставляет. Поэтому нам очень важно читать Слово Божие. Как смотреться в зеркало? А где я нахожусь? В чем это бывает? Если я когда читал 12 главу, я такой, знаете... Хорошая будет проповедь для меня. Лично для меня. Даже если сегодня никто не пришел, я бы ее сам по себе рассказал. Я потом ее переслушиваю. Я люблю свою проповедь слушать. Почему я это люблю делать? Потому что важно себя слушать. Что ты там наговорил людям. Что ты там сказал делать, то должен делать так же и ты. Понимаете, это очень важная вещь. Потому что умничать могут все. Написали, что мы должны быть исполнителем. Аминь. Итак, давайте мы откроем с вами 12 главу послания к Нему. И прочитаем 1-2 стихи. Итак, умоляю вас, братья, милосердием Божиим, представьте тела вашим жертву живую, святую, благоугодную Богу для разумного служения вашего. И не сообразуйтесь с веком сил, но преобразуйтесь обновлением ума вашего, чтобы вам познавать, что есть воля Божия, благая, угодная и совершенная. Павел в первом стихе, в самом начале написано, умоляю милосердием Божьим. Я бы перефразировал эту фразу, чтобы была она более понятнее для нас. Павел умоляет милосердием Божьим. То есть просит ради милосердия, которое проявит нам Бог, представить наши тела в жертву Ему. То есть Павел ставит во главу угла здесь, когда он эту просьбу приносит к римлянам. Такие были римляне. Римляне это были все, это не были еврейская церковь, это была чисто языческая церковь. То есть нормальные язычики бывшие, язычики, которые приняли Христа. И он говорит, умоляю вас, ради милосердия, которое Бог оказал всем вам. Чтобы было понятно. Не просто милосердием Божьим. Ради милосердия Божьим. Прошу вас. Бог так много сделал для вас. Бог так много дал вам. Предоставьте же Ему тела ваши в жертву живую, святую, угодную. Для разумного служения вашему. То есть, когда мы предоставляем себя в жертву Богу, себя лично, тогда мы сможем разумно Ему служить. То есть, есть четкая последовательность. Ты не можешь быть служителем Божьим и до конца, если ты не предоставил Его всего себя целиком. А что такое представить себя в жертву Богу? Когда я представляю себя в жертву Богу, то я, значит, уже не принадлежу себе. Я, в принципе, уже не принадлежу никому. Я принадлежу Богу. Представляете? Это значит, что я уже, ну, как минимум, все свои решения, которые я принимаю, должен принимать в соответствии с тем, какова воля Божья. Все решения. Представляете? То есть, твоя жизнь, что такое твоя жизнь, моя жизнь посвящена Богу? Я с места не двигаюсь, если я не знаю воли Божьей. Это отдельная тема. Я хотел себе наповедать о воле Божьей, но вот как-то сложилось это слово. Это мы отдельно поговорим о познании воли Божьей, но я размышляю. Господи, какова твоя воля? Так, что я должен делать? Куда я должен идти? Должен ли я переезжать с места на место? Из города в город? Даже работа возможна? Вы знаете, что даже работа, бывает такая ситуация, что даже работа важно сопоставлять с волей Божьей. Вы скажете, приведи пример. Вы спрашиваете, вы отвечаете. Я приведу пример. Однажды меня пригласили, я работал в Махране, в каком-то месте. У меня, соответственно, есть корочки от МВД нашего, что я могу ношить оружие. У меня кошерный вообще весь. И ко мне один товарищ, мы разговаривали с одним парнем. Слушай, мне люди нужны на работу. А я банк какой-то охранял. А вот мне люди нужны на работу. Я говорю, что делаете? А ночные клубы, стриптиз-клубы в телевидении. Хорошая зарплата. Думаю, ну как будет, интересно. Ну, в плане зарплаты. Но в плане воли Божьей, что-то я не почувствовал, что Бог мне там хочет. Какой бы я классный ни был, с пистолетом, с корочками и так далее. Понимаете? Вроде все выгодно, да? По деньгам, как бы хорошо. Но как-то я не вижу себя, понимаете? Как-то меня пригласили тоже в клуб какой-то, работать в клубе в каком-то. Я спросил, ну как там вообще, что там? Ну там да, только приходится постоянно бить кого-то. В смысле? Ну там пьяный напьюц, и мы, короче, там это начиналось всегда. Как-то кого-то, каждую ночь кого-то проводят. Примерно. Ты представляешь, я пастор, я ему говорю к учебу. Я ночь отработал, а там работа вся, ну по субботам собирались, а работа в пятницу ночью обычно все клубы работают. Вы представляете, я такой пастор, пришел на работу в клуб ночной. Там кто-то нажрался, короче, начал учебить. Я, короче, его отмолотил, успокоил, да, выкинул там из клуба. А утром прихожу на собрание и проповедую о добром вечном. Левую щуку поставьте, правую, спину, затылок. Понимаете, это не совпадает, согласитесь со мной, да? Вот это я пример привожу, что работа, она может быть выгодная, но может быть не быть воли Божьей в этой. Здесь работа, здесь обман. Выгодно, но с обманом. Знаете, как много обмана есть в разных работах, бизнесах? Это полно, понимаете? То есть бизнесы вообще, они, я не скажу, держатся на обмане, но это часть этого бизнеса всегда. Где-то чтобы, знаете, провернуть, иначе как заработать. И это сложно. То есть, если кто-то приходит, и тебе начальник говорит, скажи вот так. Ты говоришь, ну это же неправда. Он говорит, надо так сказать. У вас были такие ситуации в жизни? Понимаете, да, меня иначе говорят? У меня были. Я сказал, отвечу, что мне кто-то говорил, как я должен говорить. Я хочу говорить так, как правильно по Слову Божьему. Это очень важный момент. Нельзя приебаться под человеком. Кого больше боимся? Бога или человека? Знаете, самое еще интересное, наверное, вы заметили. В тот момент, когда вы предлагали так сделать, вы думали, ну надо так поступить, правильно все-таки, работа. Наверное, вы уже не работали на этих работах. Вы не умерли с голоду. Вы пришли все одеты. То есть, работы приходят и уходят. А твои взаимоотношения с Богом они остаются. Ведь нет ничего в жизни более постоянного, чем все время. Все в жизни временно. Приходишь в какое-то место, начинаешь где-то там что-то делать. Ты думаешь, вот она жизнь моя-то. Даже когда люди приходят под алтарь, они клянутся жить друг с другом, пока смерть не разлучит их. Да? А разводятся обычно, даже слою браков, через два года. Кто-то предложил, что надо под алтарем говорить, не когда смерть у нас началась, а я думаю, что я там, хочу жить с этим человеком долго, а не клясться. Потому что они не клянутся, личной жизни обещают. Только Бог дает личную жизнь. Это не все. Давайте уберемся с этим. А если бы обещал стоять в этом, держаться? Все время. Все время. Все время. Мы должны понимать, что все время. И мы должны понимать, что все время научиться быть сами, постоянно. Только я, как лично, смогу быть постоянно. Это потому, что я принял это решение. Я хочу быть постоянно. Так что для меня могли не уповать, а доверять мне. Значит, люди могли не доверять. Значит, люди знали, что Резеру можно доверять. Что он сказал, он сделает. Это очень важно для нас. Мне должны быть писать, что я сделаю побеждающего, я сделаю с толпом в доме Бога Всевышнего. Побеждающего. Вы знаете, первую очередь, кому не надо победить саму себя. А не кого-то пойти победить. Кого-то легко победить. Рот кому-то легко закрыть. Себе рот закрой. Победи себя. Это очень важно. Аллилуйя. И Саня говорит, второй стих. И не сообразуйтесь с веком сил, но преобразуйтесь обновлением ума вашего, чтобы вам познавать, что есть воля Божия, благая, угодная и совершенная. Наше мышление, оно никаким образом не должно сообразовываться с этим веком. Ну и что, что принято, что гомосексуальные семьи появились. Ну и что, что в Израиле разрешают сейчас канавию курить всем. Безнаказанно всем. Друзья, вы интересуетесь этим? Потом поговорите об этом. Хорошо? Я рад, что вы так возбудились дружно. Ну, проявляйте свои чувства спокойно. Почему-то, что предыдущие правил ГТБ, про гомиков легче. Никто его не искупал, да? Хорошо. Есть гомосексуальные семьи. Есть дети, которые усыновлены в этих семьях. Сейчас закон проводят, что в первом чтении проведен. Вы спрашиваете, я отвечаю. В первом чтении проведен закон о свободном покупке и потреблении канависа для себя. То есть, есть разные вещи, которые, как бы, нормальные. Ну, нормально, когда и водка стоит на прилавках магазина за Васильцем. Нормально, когда сигареты. Нормально, когда, я не знаю, что там еще происходит. Понимаете? Есть много вещей, которые считаются нормальными и даже законными. Но вопрос у меня другой. Я живу по закону государства с одной стороны. Но что превышен для меня закон государства или закон Божий? Когда Петр попадает в темницу. Вся коммуны. Не смотри, я не помню. Попадает в темницу. И потом он их приводит в Синдрион. И запрещает там проповедовать. Синдрион был законодатель города? Да, законодатель. Но Петр выходит и говорит, о ком мне больше слушаться? Вас или Богу? Поэтому, можете там принимать свои законы, то есть они не соответствуют тому, что говорит закон Божий. Не по барабану. Так говорит Петр. Синдрион. То есть, мы не сообразуемся с этим веком. Многие церкви сообразовываются. Они начинают венчать гомосексуальные парни, допустим. Бог есть любовь. Да, Бог любит всех. Сто процентов. Но он нигде не говорил, что он создал Адама и Гену. Адама и Гену. Это пример семьи. Очень четкий. Что бы ты ни делал, ты сообразовываешься с Божьим Словом. И через Божье Слово ты смотришь на этот мир. И таким образом в церковь не проникнутся эти чуждые церкви. И Слово Божьему явление. Как хомосексуальные, дети все, парень, взаимоотношения. Как курение конопли. Я в церковь пришел, чтобы не курить конопли. Я в 9 лет курил. Понимаете? А то, что получается закон разрешает, значит и мне можно ест. Я по Амстердаму иду, когда конопля. А я не чувствую его. А я чувствую. И знаете, я не просто чувствую, что я чувствую за руку. Я чувствую, как мне хочется идти за этим человеком. Понимаете? Я иду за ним. Это соблазны. Они тянут, понимаете, в эти церкви. А в Амстердаме все, весь бизнес на конопле построили. Все знают только про красные фонари. Что вы говорите? Там все на конопле. Там даже чупачупсы с вкусом конопли. Но это не значит, что я должен теперь это все принимать. с мою жизнь. Я не сообразуюсь с веком сил. Я преобразовываюсь обновлением моего ума. Мой ум постоянно преобразовывается. Мой ум должен постоянно работать. Что какой-то не пришел и сказал мне какой-то странный пастор. И сказал, ты знаешь, Бог есть любовь. На, кури коноплю и будь комиком. Так ты что? Вы знаете такое? А такое сегодня нормальное. Потому что законы государства позволяют. Но мне Бог не позволяет. Поэтому когда тебе кто-то предлагает выть что-то, просто скажи, я хоть бы и не против сам. Зачастую быть ты и не против, да? Ну, Бог не разрешает. Я говорю, мне мой Бог не разрешает. Все. Все очень просто. Хорошо. По данной мне благодати, третий стих. По данной мне благодати, всякому из вас говорю, не думайте о себе более, неже должно думать. Думайте скромно, по мере веры, какую каждому Бог удивил. Очень такой странный стих, на самом деле. Странный и непонятный. С одной стороны, думайте о себе скромно, а с другой стороны, по мере веры. То есть, как мне о себе думать? Я запутался. По мере веры, так я вижу себя на сцене перед стадиономом. Но я должен думать о себе скромно. И благодарить Бога за то, что я имею. И знаете, что я делал? Я стоял там. Я благодарил Бога по имену, за каждого. Ты сегодня пришел на собрание. В этом очень важная часть. Быть благодарным Богу. За Гайка только не поблагодарил, потому что он опоздал. Я еще опоздал и благодарил тебя Богу. Так важно быть пунктуальным. Я могу верить во что хочу. При всем при этом я должен думать о себе скромно. И когда я куда-то прихожу, я должен заявлять о себе по мере того, что я имею. То есть, я могу прийти, конечно, и всем рассказать, что я апостол известный. Зачем? Помнишь? Писание говорит, что ты хвалишься тем, что имеешь, как будто бы не имеешь. Замечательно, наверное, что зачастую мы что-то вам пообещали или что-то уже получается у вас и начинаете всем об этом рассказывать, а этого еще нет. Потом раз, этого и так и не стало. Бывало такое, да, в жизни? Битух же не пообещал чем-то, еще тут пообещал. Люди пообещали, что там, кто-то хвалишь на себя. Вот он раз пролетел. Вот часто, когда мы сверх мерой о себе думаем, мы пролетаем. Пролетаем жестко. А когда мы в скромность уходим? Писание говорит очень важную вещь. Смиритесь под крепкую руку Божью, и вознесет вас свое время. Своё время. Своё время. Три момента есть. Нам нужно смириться. Это наша задача. Богу нужно на нас вознести. Он же обещал. Он обещал вознести смиренный. Я Богу верю. Он меня никогда не обманывал. И это произойдет в свое время. В то время, в которое Бог решит это сделать. Часто люди путают понятия. Часто люди вместо того, чтобы смириться, они возносят себя. А когда ты сам себя возносишь, это обычно не в свое время. Это не в то время. Ты себя возносишь, потом ты, короче, ба-бах, падаешь. Проявляется твоя сущность. Ты понимаешь, это было не мое время. Писание говорит последовательно. Смиритесь под крепкую руку Божью, и вознесет вас свое время. Мы спокойно ждем. Если вы чувствуете, что что-то вы недополучаете, мы спокойно ждем. Нет, конечно, нужно анализировать ситуацию. Может быть, вы что-нибудь делаете. Может, дело не в Боге вообще. Потому что люди часто знают, там, Господи, дай мне денег, а на работу не ходят. Ну, как-то так не работает. Но смириться Бог не противится, смирен, дает благодать. Недавно у меня было такое несогласие с моим духовным максоном, с одним пастыром известным. И я не хотел, я не соглашался с его позицией. Это как бы касалось меня. Ну, ты уже там еще человек одного. Он говорит, смириться? Я не стал говорить, что я хочу смиряться. Внутри себя сказал, что я не хочу смириться. Я промолчал. Я очень кроткий. Ну, сколько у нас известный человек по своей позиции. Вот я очень кротко молчу. А сам думаю, не буду смириться. Я уже себе план такой заготовил, как я не буду смиряться. Противостоять и бороться, понимаешь? Я его в машине обдумал уже весь. Я заготовил все ответы, как я ему не согласен. Как я противостою, вместо того, чтобы дьявол у Твердой Веры, противостою служителю, духовному самостоятельному Твердой Веры. Все продумано в голове. Приезжай на работу. Стал в фейсбуке. Открывай фейсбук. И первое попадается. Смиритесь под клепку и руку Божью. И вознесет вас в свое время. О Господи. И здесь. И на работе, и в фейсбуке. Понимаете? И мне так стало. Мой план был такой классный. Такой удачный. Такой мужественный. Твердый. Бог говорит, смиритесь. Под крепкую руку Божью. Я что-то прикинул туда-сюда. Знаете, как бы. Я говорю, ой, Боже, она же блага угодная и совершенная. И то есть, если Бог говорит мне, что мне надо смириться. То это для меня хорошо получается. То есть, я бы даже сказал, выгодно. То есть, все равно надо интересоваться, а хорошо ли это для евреев. Так вот, для евреев это хорошо смириться. Это выгодно. И я еще, ну, как бы я еще тогда не сразу согласился с утра. А сегодня читал тогда вот это вот. Что воля Божьей блага угодная и совершенная. Чтобы вы знаете, я это место читал, читая двадцать пять год. И сегодня я подумал, надо смиряться. Даже если ты не хочешь. Потому что это выгодно. А я всегда за выгодно. Это всегда хорошо. Все, что хорошо Богу, хорошо и мне. Аминь. Хорошо. Вы еще не спите? Церковь, ты живая? Хорошо. Итак, дальше Писание говорит, мы пропустим несколько стихов. Чтобы было вам радостнее. И дальше Писание говорит шестого стиха. Хотя нет, я сейчас и продолжу немножко. Четвертый и пятый стихи говорят о том, что мы все члены одного тела. Хотя много членов, но мы одно тело. И все мы составляем одно тело во Христе. Это очень важно понимать. Потому что я себе записал тут. Нам очень важно понимать мое место в теле Иисуса Христа. Если ты не понимаешь твое место в теле Иисуса Христа, это хорошее время помолиться Господу и спросить, Господи, а где мое место и какое мое место в теле Иисуса Христа? Если ты молишься и Бог тебе не отвечает, ты можешь спросить, ну, какого-нибудь пастора. Например, меня. Вот. Если ты другого не знаешь, близко нету. Потому что я могу помочь, как минимум, понять свое место в теле Иисуса Христа. Потому что это очень важно понимать, кто я в теле Иисуса Христа. Потому что мы все знаем, что мы дети Божьи. Об этом Библия говорит. Но Библия нам не всегда говорит, кто именно я в теле Иисуса Христа. Потому что я могу думать, что я пастор, а может, я не пастор. Не, ну ладно я, со мной проще. Я там уже давно пастор. Понятно. А кто-то, может быть, думает, что он пастор, а он не пастор. Я встречаю людей, вы знаете, часто. Которые говорят, Бог мне сказал, что я буду пастором. И они ходят, все об этом рассказывают. Годами рассказывают. Зачем ты об этом рассказываешь всем? Скажи, что ты сегодня. Не важно, кто я сегодня, Бог мне сказал, что я буду пастором. Ну ладно, пастором. Пастором. На здоровье. Он думает, что это, знаешь, вообще такая псевуха. Такая. Все. Раскайф. Раскайф такой. Важно понимать мое тело, мое место в теле Иисуса Христа. Когда я понимаю, кто я, я благословенный человек. Обычно это можно понять через отношения людей к Иисусу Христа. Когда я что-то делаю, это служение вам благословлено Богом. Это для того, что это мое. Это мое. Когда люди получают благословение через это, это мое. Это очень важный момент. Конечно, люди верующие, они добрые. Они могут не сказать тебе, что ты рукой занимаешься. И можешь не знать никогда об этом. Но ищите свое место до конца в теле Иисуса Христа. Смотрите просто сегодня мне. Господи, ты меня хочешь видеть, наводи вперед. Хорошая молитва. Но когда ты не знаешь, то есть когда ты не имеешь стратегического видения о твоем месте в теле Иисуса Христа, делай тактические шаги. То есть ежедневно делай то, что знаешь делать. А Бог, Он постепенно тебя будет вести. Это нормально. Это классно работает. И вот здесь с шестого стиха как бы Слово Божье помогает найти себя. Оно говорит, и как по данной нам благодати имеем различные дарования. Опять же, обратите внимание, дарования получены по благодати. Не по заслуженности. То есть нельзя заслужить дар. Были личности, которые пытались купить дар. За это они потом плохо видели. Попытылку купить дары. Нет, а другие плохо видели. А эти тоже плохо себя чувствовали потом. Дар ему нельзя придумать. Дар получен по благодати. Бог милостен и полон благодати. Конечно, иногда хочется такую дар, чтобы какого-то голова у тебя его нету. Но, как минимум, можно просить у Бога. Потому что Писание говорит – ревнуть от Бога. Потому что дары духовные – они для созидания тела. Это, в принципе, на пользу себе должно быть. И как по данным благодати, имеющие пророчество, пророчество по мере веры. То есть есть пророчество? Пророчество. Не стесняйся. Если служение, имеющие служение, пребывай в служении. Учители – учение. Умещеватели – умещевай. Раздаватели – раздавай в простоте. Начальник ли начальства Иисус Сергия? Благотворитель или благотворитель с радушием? У меня друг есть один. Я рассказал эту историю. Вы не все ее услышали. Очень богатый человек. И он меня интересен. Я только молился и думал, какое же он место в теме Иисуса Христа? Я не понял. Я – раздаватель. И он ездит и раздает деньги пачками. Нужные места. Не везде. То есть человек нашел себя. Его в церкви пытались и в это в служение, и в это в служение, и в это в служение. А он не чувствует себя. Вы знаете, что церковь богатых людей больше любит, чем не богатых. Обычно. Больше доверяют. Места первые сразу. С них приглашают куда-то общаться. Постарай лицемеры многие. Говорят, слух в этом записи. А он говорит, я не могу никуда присунуть. Как-то пристроиться в обслужение. Там и там ищу всех. Хочу служить. Понимаю, что я призван. Но что делать – не знаю. Мечтаю временно. Запись на раздавательный. Раздавай. Знаете, сколько радостей у человека было? Когда человек нашел свое место в теле Иисуса Христа. Мало кто хочет быть раздавателем. А он обрадовался. Не раздавайте. Слава Богу, у нас таких людей. Каждое служение важно в теле Иисуса Христа. Начальник и начальство. Благотворитель, благотвори с радующей и нервной. Знаете, дальше написано очень много. Я хочу как бы… Почитайте, пожалуйста. Давайте домашнее задание. Можно? Можно домашку? Домашнее задание. Римлянам с 12-й глава прочитайте с 9-го стиха по 21-й. Римлянам. Я напишу это потом в группе. Как домашнее задание. Прочитайте с 9-го стиха по 21-й. И я, возможно, спрошу, кто прочитал. Возможно, я спрошу. Заодно уточню, как там с английским. Но это в следующий раз. Суть другого. Есть несколько стихов, которые бы я хотел затронуть просто. Не хотел бы просто все стихи читать. Ну, пожалуйста, вы почитайте. Они очень важны. 14-й стих. Я хочу сложные стихи затронуть. Благословляйте гонителей ваши. Благословляйте, а не прокинайте. И еще один стих похожий такой, да? Не мстите за себя возлюбленные. 19-й стих. Но дайте место неугожие. Ибо написано мне отмщение, я вас дам, говорит Господь. Итак, если враг твой голоден, накорми его, если жаждет, напои его, ибо делай сие, ты соберешь ему на голову горящий уголь я. Очень хороший вопрос. Представьте ситуацию, когда есть человек, который вам неприятен очень сильно. Я знаю, что у каждого есть такой человек. Возможно, это на работе. Возможно, вы поругались с родственниками какими-то. Я не знаю, кто-то, может быть, вообще непонятно, там автобусе вас кто-то оскорбил. Всякие ситуации будут есть, да? Вот в этот момент хочется благословить этого человека вам. От всего сердца. Ну, я вам скажу, ладно, я скажу, что мне нет. Мне вообще не хочется. Мне хочется благословить. У меня специально есть 24 благословения для таких людей. В одной бойме 12, в другой – 12. Главное, менять обоим не успевать. На 24 человека хватит, на 25. На 24, да. Понятно? То есть, по натуре, писание не зря написано, что вы, если вы, будучи злыми, можете даяние добрые давать детям своим. То есть, Бог говорит, если вы, будучи злыми. Это ж только мы думаем, что мы добрыми. Это пока мы не наступили на нашу мозольку. У каждого есть мозолька. У каждого есть триггер такой. Есть человек-триггер, есть внутри-точка-триггер, которые, когда они пересекаются, там засады внутри буря. Ну, что я вам рассказываю? Сами все знаете. Она сами переживает. Или, может, не переживайте. Ладно, я такой. Я про себя буду говорить. Я такой. Есть такие люди, которые не нравятся. Я сегодня читал тоже это место. Готовился. Я специально могу заостряю внимание. И писание говорит, благословляйте врагов ваших. Благословляйте, а не проклинайте. Один человек мне не так давно, так сказать, наставил. Качественно. Ну, меня это зацепило. Конечно, я, конечно, надулся. О, я умею надуваться по-христиански. Что-то не заметил. Вот. Как-то еду утром. И мне вот это вот место исписание. Папа, на тебе, получи. Пошли за кровать. Я сижу такой, ну, что ж такое. Ну, зачем именно это место исписания именно сегодня? Все же хорошо. Я же задумал уже. Благословляйте. Не проклинайте. Говорю, ну, ладно. Буду исполнять место исписания. Но исполнять место исписания, понимаете, нужно от всего сердца дать. А не просто исполнять. А сам думать. Знаете, как у меня один брат говорит? Вот у меня директор. Такой, той, и ворует, и той. Сам рыбу красную живет. Зарплату не выдает. Ну, пусть Бог его благословит. Он спорил, что нас благословляет. Знаете, так не работает. Надо от всего сердца. Тогда начинаешь работать со своим сердцем. Такие моменты. Я поработал над своим сердцем. Пока я ехал на машине. Сколько успел. В общем, насколько я успел. Поработал. Потому что, думаю, тебе надо благословлять, а то не успею. Я начал молиться на этого человека. Начал благословлять. От всего сердца. Он благословлял, 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 благословлял. Через пару дней его повысили вдохности. Я думаю, нормально, слышишь, короче. И он мне, главное, нагадил. Я его, главное, благословил. И он в должности повысили. Работает. Смалкивает с его сердца. А теперь, главное, еще порадоваться за этого человека. Порадоваться. Понимаете? Порадоваться. И он тебе не порадовался. Понимаете? То есть, это очень важный момент, друзья. Мы так работаем над собой. Потому что, как я тебе сказал уже, самый мой первый враг – это я сам. Ни ближние твои, ни дальние твои. Ты сам себе. Потому что, если ты не пойдешь в Царство, Небесное, это будет только твоя вина. А не тех людей, которые тебя окружают. Которых легко всегда двинут. Такая ситуация. Проблема. Или, как говорят по-украински, привима. Если враг твой голоден, накорни его. Я не хочу с ним кофе пить. Есть люди, с которыми я не пью кофе даже. Есть люди, там встречи некоторые делаешь, бывает. Раньше много было встреч. У меня люди делились на разные категории. С кем я, кого приглашаю в дом. С кем я хожу покушать где-то. С кем я буду только кофе пить. А с кем я вообще не хочу видеться. Если надо встреча, я могу решить вопрос на улице без ничего. Описание говорит, если враг твой голоден, накорни его. Если жаждет, напои его. Ну, последняя часть особенно нравится в данной ситуации, что если ты это будешь делать, то и уголь горячий на голову собираешь. И тут-то наше сердце как бы тает. Потому что слава Богу, хоть какая-то польза твоя есть. Угольков горячих насыбил человеком. Но на самом-то деле суть-то не в этом. Суть заключается вот в чем. Стих работает в двустороннем направлении. Первое. Ты, переступая через себя, делаешь человеку неприятному что-то доброе. А второе. Тот человек устыжается своих поступков по отношению к тебе. Понимаете? Он меняется. Может быть, он не поменяется надолго. Вот в видео ему станет стыдно. Он задумается. У меня на работе такая ситуация была. Знаете? Я только мне дали должность на работе. Должность дали и компьютер. А как программой пользоваться не сказали. Но я думаю, что начальник же ему выгодно, чтобы я эту программу освоил. И я к нему... А как вот это? А, иди туда. Я туда пошел. Я занято, иди туда. Я туда пошел. Я, короче, помыкался, перемыкался. И как-то тогда была такая вот женщина на работе, которая была особо-то как-то реагировала. Знаете, все так неприятно, когда я подходил за помощью. Я нашел потом людей, с кем я дружу, пособирал откаженную информацию. И я работаю сегодня, что я других учу работать в этой программе, в которых дольше меня работают. Дело не в этом. Дело в другом. Людей отправили на удаленку. А чтобы звонить за границу, никто же не хочет свои телефоны лично звонить за границу. Очень много звонков за границу. Очень много. По приобретению запчастей. Эта женщина, которая как-то резко реагировала всегда, когда я приходил за помощью, она выйдет, чтобы было ко мне обращаться. Потому что весь этаж дома, а я один на работе. И телефон-то рабочий у кого? У того, кто один на работе. То есть я. И она мне писала. Сначала мне звонила, писала. То надо было в Америку позвонить. То в Германию. То в Лумырию. То в Италию. То в Китае. Я в карантин три месяца. Я ее постоянно звонил. Вместо нее там решал вопросы. Соединял, если надо, ее с этими. Можно соединять людей. Вы знаете, по телефону. В Германию. С человеком здесь. Через меня. О, посмотрите. Я это все три месяца делал. Нормально. Мне еще ничего трудно. Научился чего-то новым. Как это все делать. По немецки начал общаться больше. Начал по английски больше общаться. Заканчивается карантин. Эта женщина приходит на работу. И она так учила. У нас другие отношения. Она приходит. И первое, что сказала, подошла ко мне в отеле. Самое важное. Я хочу тебя поблагодарить за то, что ты делал после три месяца. И сегодня мне что надо, по работе я ей звоню. У нее характер такой. Но она уже ведет себя по-другому. Понимаете? Она уже вынуждена себя вести по-другому. К тому же не будем забывать, что у вас можно когда-нибудь карантин. И кто-то один будет на работе. Это понятно. Но дело не в этом. Я вижу, как от чистого сердца. Благодарил меня. Подошла и благодарила. Понимаете? И подходила к другим людям. Все говорят. А вот я так отзывается. Я такой добрый человек. Такой хороший. А мне еще трудно, что ли. Не, они ко всем могут быть добрые. Просто нормально помочь по работе. За кого-то сделать какую-то работу. Нормально. Потому что ситуация такая сложная. Всем тяжело. Надо помогать людям. Даже если легко. То есть ей было стыдно. Понимаете? Я не пытался ее более собрать на Богу. Им было стыдно. И она изменилась. У нас отношения. Работа лучше пошла. Понимаете? Потому что люди на работе должны сотрудничать. А не кажется, она поселила своим столикам себя. Друзья мои. Но я хочу сказать, что в этой ситуации я буду честен. Я не такой уж крутой парень. Потому что мне было легко это делать. Я на него не обижался и так. Знаете, как я отношусь к людям обычно, как… Ну, я в больнице долго работал просто. Я ко всем отношусь как к пациентам. То есть если кто-то что-то там чудит, я как-то, да. Есть люди, которые у меня много зацепляют. Но обычно я отношусь ко всем как к пациентам. У каждого что-то может болеть. Я не знаю. Какого-то печени, какого-то живот, какого-то голова сегодня болит. Какого-то нога. Не важно. Важно, чтобы и я имел сердце, которое работает по себе. И Писание говорит, что легко, легко любить тех, кто любит нас. Правда, легко? А трудно любить тех, кто нас не любит. Но почему-то Писание хочет, чтобы мы с любовью относились к тем, кто нас не любит. Потому что Писание не хочет, чтобы мы глаз за глаз, зуб за зуб делали. А если так все будут делать, понимаете, что в этом деле будет? Все будут на глаза и без зуба. В лучшем случае. На этом наживаются только стоматологи, чтобы понять. Больше никто. И транспортологи, да. Стоматологи и транспортологи. Т.е. не надо поддерживать эти бизнесы, когда их не надо поддерживать. И этого не хватает в них. Все нормально. Хорошо, друзья мои. Я хочу закончить последним стихом, двадцать первым. Очень важным для нас стихом. Т.е. сама суть, напомню, если кто-то забыл о чем-то снять проповедую. Сама суть сегодняшней темы – это на самом деле – отдать себя, себя целиком в жертву Богу, в жертву святую, благоугодную Богу. Отдать себя в жертву святую, благоугодную Богу. Через что мы получим? Мы стали разумными в нашем служении. И Писание нас учит, что мы должны меняться, что мы должны работать над собой. Вся эта глава насколько об этом учит. Т.е. с девятого стиха до четырестого говорится о взаимоотношениях между… и в церкви тоже. Почитайте об этом. Вот этот стих я должен вам прочитать. Десятый. «Будьте братолюбивы друг ко другу с нежностью». Ну, я не знаю, вы вот в России, в Украине были церкви, а вы чувствовали там нежность? А в ответ – тишина. Он вчера не вернулся из боя, да, называется? Нежность. Я помню, я чувствовал там что-то другое. Представляете? Нежность. И вот этот мой любимый стих – в почтительности этого вы друга предупреждаете. Проразмущательности. Опережайте нужды, прежде чем человек попросит. Потому что он может даже никогда не попросить. Многие говорят – ну, он все равно не просит, значит, не надо. Нужно будет попросить. Многие никогда не попросят. Несмотря на то, что им очень нужно. Писание говорит – почитайте друг друга. Почитайте друг друга. И последний стих, который я хотел прочитать, все для этого закончен. Домашнее задание. Вы помните, да? Не будь побежден злом, но побеждай злом добро. И та же самая тема. Друзья мои, нам важно победить самих себя. Победив себя, являйся победителем в этом мире. Конечно, вы можете сказать – во Христе Иисусе я имею победу. Да. А кто спорит с вами? Да. Во Христе Иисусе ты имеешь победу. Но это тогда, когда ты на самом деле предоставил тело свое в жертву Богу. Святую, Богоугодную. Для разумного служения. Когда ты принадлежишь Христу Иисусу полностью. Целиком и полностью. Когда ты живешь так, как Он говорит жить. В этом-то победа. Слушай, я почему такой классный парень? Ну, как бы, людям нравилось. Не потому, что я классный парень. А потому, что во Христе Иисусе я имею победу. Я ж до этого никому не нравился. В музыкальной школе они говорили – не выходи за него замуж. Не, ну шла мне идти. Не выходи за него замуж. Зря ты это делаешь. Меня все знали. На меня в милиции протокол заполняли без моего участия. Все знали мои данные. Каждый раз, когда меня сажали, у меня своя камера была под номером 13. Забитая замуж. Понимаете? То есть, как бы, когда я, в принципе, в училище уходил, все учителя с радостью подписывали мне обходной лиц. Никто не сказал, потому что останешься. Боялись даже заикнуться. Даже пошутить так боялись. Все обходной лиц мне подписывали с радостью. Аминь. Аминь. В чем речь? Речь о том, что только во Христе Иисусе на меня по Богу. Нет, есть много хороших людей, которые не христианам. Но помните, что у каждого хорошего человека есть очень хорошая мазорь, на которую, не дай Бог, он наступит. И там, как прорвет, так прорвет. Все вспомнится. Аминь. Друзья, давайте помолимся. Аминь. Аллилуйя. Будьте благословенны. Хорошего вам шабата, недели. Берегите себя и своих близких. Читайте Писание. Аминь. Берегите себя иibilidad. Продолжение следует...